Берущее начало еще в первой половине 17-го столетия. Усадьба Суханова неразрывно связана с ее последними хозяевами, князьями Волконскими. Собственно, по велению Екатерины Алексеевны Волконской и была построена эта церковь в память о муже генерал-лейтенанте Дмитрия Петровича, который ушел из жизни в результате ранений, полученных на войне. Над усыпальницей супруга князя возвела церковь. После октябрьской эволюции храм прекратил существование. Руками советской власти останки семьи Волконских из усыпальницы были удалены. С 1918 года в здании находились мирские учреждения. Одно время здесь даже располагалось столовое. И только в 21 веке святыню удалось возродить. Мы сейчас стоим, вот как раз круг, круг как раз. Вот здесь как раз была столовая, здесь как раз прессали, к сожалению. Первый молебен был отслужен на сети Николая Чудотворца в 2010 году. В 2011 году был поставлен крест на купол, вот. А с 2012 года юбилей Великой Отечественной войны, потому что князь Волконский, который владел этой усадьбой, он непосредственно принимал участие и в боевых действиях, и в управлении войсками. Было 200 лет Отечественной войны, и мы первой была служена литургия. В этом году храму Дмитрия Ростовского исполнилось 210 лет. Сегодня здесь снова прихожане. В престольный праздник десятки людей собрались на торжественную службу. Хочу поздравить, пожелать здравия всем, душевного равновесия и благополучия. Хочу поздравить всех православных христиан с праздником Дмитрия Ростовского, пожелать крепости духа, укрепления веры. Побольше молитв требуется нашей Великой России. И несмотря на то, что сейчас храм святителя Дмитрия Ростовского требует реконструкции, приход не перестает расти. Людей тянет божественная энергия, которая царит в стенах святого места. Никакая внешняя красота не сравнится с той красотой, божественностью, с тем духом божественным, который присутствует в этом храме. Храм преображается на глазах. Совсем скоро здесь должна начаться реставрация. Мы сделали консервационные работы благодаря Министерству культуры. Следующий этап у нас это сама реставрация. Глобальная, огромная реставрация, чтобы действительно храм дальше приукрашался и люди могли приходить, потому что все приходят, все в таком унылом состоянии, печальном, смотрят все на это безобразие, которое нам оставила советская эпоха. И дай бог, с Божьей помощью мы будем реставрировать его храм. Праздничное богослужение завершилось крестным ходом и причастием.